И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на новое видео по самой гениальной игре F1 2019 и от самых гениальных разработчиков Codemasters. Почему эта игра гениальная? Во-первых, вы могли это видеть на стриме в воскресенье по чемпионату Формулы 0, когда мы 6 раз пытались запустить гонку и 3 раза пытались запустить квалификацию. Ну, то есть, вы тогда уже могли понять, что игра очень-очень гениальная, но на этом этапе я убедился в этом еще больше. Также еще после переезда, можно так сказать, на новые комплектующие ПК, я еще почему-то не нашел, где я раньше скачивал крякнутую версию Sony Vegas 13, поэтому сейчас я монтирую все это на 17 в Sony Vegas, и вы видите водяные знаки с надписью Vegas в разных углах и даже посередине. Это выглядит, конечно, не очень классно, очень некрасиво, но это все же хоть что-то. Также еще активация Windows, да, здорово, еще не разобрался я с этой проблемой, ну а так, в принципе, главное, что игра идет в 130 фпс на высоких настройках графики, и даже со стримом все идет классно, да. Ну и, короче, сел я ехать Японию в Аори сразу же после неудавшего, не до этапа Формулы 0, и к Японии я не готовился от слова совсем. Я на неделе ехал, ну, несколько раз, я проехал в ТТ в Японии, и я был удивлен тому, что я заквалифицировался на позиции под номером 6 в квалификации, впереди напарника даже. То есть, напарник тренируется всю неделю, а я такой сажусь, по факту проезжаю перед этапом несколько кругов ТТ, и ставлю время быстрее него. Ну, это не такое себе. Короче, ладно, тактика софт-медиум, у нас сливаем немного топлива, ну и отправляемся стартовать с пятой позиции, потому что у первой позиции возникли проблемы с коннектом. Ну и, короче, у нас Гасса так не стартует Грамм при Японии, все срываются с своих мест, у меня достаточно хороший старт, ну и пока что я удержу свою пятую позицию. Там начинается борьба во главе Пелотона, думал как-то залезть к впереди идущему Рэдбулу внутрь, но не решил рисковать, ну и также Рейнбол позади, и тоже не стал рисковать, и не стал сильно-то пытаться меня пройти. Там уже желтый флаг, там кого-то развернуло, это все позади, это, конечно, все очень классно, ну а мы едем своим дружненьким паровозиком, каждый друг от друга в трех-двух десятых. Уже сбивают у нас таблички 100 метров, то есть нормально, уже без ориентира ехать следующие 27 кругов, хотя многие знают сколько кругов, ха, да. Ну и, короче, продолжаем первый круг, у нас половина его прошла, я ничего не могу сделать. В шпильке снова произошел какой-то инцидент, я этого, конечно же, не знаю, посмотреть не могу, потому что трансляция на официальном кунале Ауры идет в Ultra HD 4K, просто гениальное качество, кто смотрел, тот знает. Короче, ладно, кстати, было 29 марта, у меня тогда был день рождения, кто не поздравил, можете поздравить, кто не хочет, может не поздравлять. Короче, ладно, решайте сами. Думал как-то попытаться задавить внутрь, но не стал все-таки рисковать, а вот Флексис Марси на Мерседете впереди, пытался это сделать, и ни к чему хорошему это не приведу. Ну и завершая первый круг, в принципе, все смещаются с траекторией, и все идут тупо в слепстриме, пытаются друг друга пройти, но пока что не рискуют, и просто... едем тупо паровозиком. Ну а на третьем круге я был уже достаточно близко к партыку на болиде Red Bull, и я решил, почему бы не попытаться его атаковать. Я очень-очень близко к нему, позднее торможение, и я уже пока что впереди него, но он решает просто меня вытолкнуть с трассы. Я такой, типа, ай, не пошел ли ты нафиг, под сам, получил DRS, и ехали мы, значит, с DRS-кой друг за другом. Этим пользуется Rainbow позади, Lexus Masi на Mercedes отъезжает, ну а я так и не прошел партыка. Просто классно, мы просто отстали от впереди идущего Mercedes, но все-таки его очень быстро догнали. Партек его успел пройти, но моя очередь его проходить была уже на пятом круге. У него ушел очень сильно комплект, это видно, он больше ехать на нем не может. Ну и я просто открыл DRS, и его прошел, и на целый корпус, и спокойно прошел еще и первый поворот, и начал от него очень быстро отъезжать. И уже Rainbow его проходит тоже, и уже прилетает ко мне. Партек уже прошел и фаера на болиде Racing Point, и фаер уже прям передо мной. Восьмой круг, круг по идее моего питстопа, пытаюсь его атаковать тут, но он мне, конечно же, места не оставляет. Прям гениально. Поэтому, ну, думаю, ладно, пройду-ка я тебя в последней шикане, но плохо выхожу из нее, и сразу же выезжает машина безопасности. Как я ее люблю. И сейчас, именно тут, она реально мне помешала. Во-первых, я чуть не убился об фаера, потому что пытался что-то наклацать на менюшке, пытался открыть меню инженера, чтобы заехать на этом круге в бокс, а он мне этого не давал. Поэтому взгляделся, чуть в него не влетел. Но все-таки все обошлось, и на этом круге мы заезжаем на Пит, и она прям очень хорошо появилась. Но мы не выезжаем на своих водицах, потому что мимо нас проносится болид Альфа Ромео Эксиджен, который стартовал, собственно говоря, на этом же медиуме. Меня взбесило, что во мне выехала данная Феррари, и мне пришлось притормозить. Это потеря, конечно же, времени. Ну и еще меня вывесило то, что я выехал в Рейсинг Пойнт, и снова мне пришлось притормозить. Я потерял прямо очень много на этом пидстопе, но вот он проносится, болид Альфа Ромео, он выезжает прямо вот впереди нас. Да. Ну и, собственно говоря, переносимся мы уже на рестарт, одиннадцатый круг, конец, и мы пытаемся как-то сделать рестарт. Там у нас Феррари в лидерах, он уже был на Пите, а вот Эксиджен, который не был на Пите, он краски второй и нас будет замедлять, так что у Джекл Джека на Феррари прям все карты в руках. Ну и на рестарте у нас Файр чуть не убился, из-за этого он плохо вышел напрямую, рестарт у него был плохой, видимо, комплект непрогретый, и я его начинаю проходить. Собственно говоря, прошел его легко и поехал уже за Партаком, который пока что не может разобраться с Эксидженом. Но все-таки я к ним, конечно, за Эски уже подъехал, и на тринадцатом круге ищу уже место, где бы их пройти вдвоем. Эксиджен смещается с траекторией, они уже едут бок о бок в Судрисер. Я отрубил все режимы, так, от греха подальше, и у них был даже контакт. Ну и я решил за Партаком просто проводиком проехать в данном повороте, немного получилось, что в него уперся, мне опять-таки почти не оставляют места, но все-таки Эксиджен теряет сразу две, даже три позиции, я выхожу уже на третью позицию, меня пытается атаковать Рейнбоу, но у него, слава богу, это не очень хорошо получается, потому что да, мы проехали бок о бок, но по внешней траектории я смог все-таки удержаться, продолжили мы ехать бок о бок, но дальше траектория уже за мной, и он меня все-таки решил отпустить, я вышел на третью позицию. Прямой уже Партак, которого я догнал на четырнадцатом круге, и на пятнадцатом круге, подрубив ДРСКу, я его прошел, и уже поехал догонять Джеклджека, который к этому моменту уехал больше, чем на три секунды, там вроде было почти четыре секунды, сейчас я этого уже посмотреть не могу, но короче, я прошел Эрдбул и поехал уже за Феррари. Кстати, еще в правом нижнем углу Турбо Роберт Шварцман играет в F1-19. Ну и на семнадцатом круге у нас уезжает машина безопасности. Ай, горе, машина безопасности выезжает, нас всех собирает, она была совсем не нужна, потому что я его догонял по почти секунде с круга, ну и на восемнадцатом круге происходит возгорание моего пердака, и просто показатель того, какая гениальная игра. Мы подъехали к сэфти-кару, и он начинает дергаться вперед-назад, будто это какой-то бот, нет, это не бот, это как будто бы какой-нибудь Александр Шуков, да, ладно, это какой-нибудь человек с лагающим интернетом. И, короче, получается так, что он оказывается позади меня. Верните машину, машину, верните позицию в машине безопасности, вот вы видите это. А она стоит и не проезжает. Просто вот гениально. Мы все стоим такие, ждем ее, и, да, мне единственному дают дисквалт за то, что я ее не пропустил. Всем остальным дали штрафы. Ну, а я не могу даже продолжать эту гонку. Я пытался до всех докричаться, чтобы сделали рестарт, чтобы хотя бы 25% дистанции все проехали. И, возможно, мы на этой неделе перепроедем данную гонку, но пока что результаты выглядят именно так. Это было очень плохое окончание дня, моего дня рождения. Ну, и на этом я предлагаю закончить данное говно, просто игра говна. Всем спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока.